Душа мамы приняла решение познать сполна горе от потери ребенка. Его брата не стало. Души не знают, что такое хорошо, а что такое плохо. Я свой лимит горя исчерпала. Аутизм, причем с тяжелой степенью. Силка. Через год он просто снял этот диагноз. И впустили чудо. Нет, но так не сидим. И не думай, что домой. Здравствуйте. Вы можете себе представить, что переживают родители детей аутистов? Когда весь мир становится немил. Когда утром не хочется открывать глаза, чтобы вернуться в эту ужасную действительность. Когда один день похож на другой. Когда до твоего ребенка невозможно дотронуться. И он не воспринимает тебя как родного человека. Смотрите интервью с мамой, которая дала все это преодолеть. Здравствуйте, Татьяна. Меня зовут Ирина. Я хотела бы с вами сегодня поговорить о вашем сыне, о вашей истории. Ну, моя история, она начинается вообще с печали, можно так сказать. Я одновременно узнала о своей беременности. И одновременно узнала, в то же время я узнала о диагнозе старшего сына опухоли мозга. Как развивался Егор первые три года, я просто не помнила. Когда Егору был год, его брата не стало. Душа мамы приняла решение познать сполна горе от потери ребенка. Пережить ту боль, которую испытываешь, когда умирает ребенок. Пережить тот страх и боль, когда ты пытаешься спасти ребенка. Пережить весь накал вот этих страстей, эмоций, ужаса, боли. И все на своем жизненном опыте, не осознавая действительно глубину этой боли. Души не знают, что такое хорошо, а что такое плохо. Они играют, и они всегда играют по интересу. Интерес – это главное, чем руководствуется душа. Ну, я вот знаю со слов мужа. У Егора в год уже было пару слов. Физически он развивался хорошо, в год и месяц он пошел. Все прививки мы делали по плану. Но что я хочу сказать. Стимы у ребенка были. Это я их просто не замечала. Потому что я сама вот в тот период времени, у меня как будто амнезия. Я не помню его. Я вообще жила тогда с таким ощущением. Вот у меня работала такая установка, что я свой лимит горя исчерпала. Значит, и в одну и ту же воронку снаряд дважды не падает. То есть теперь у меня все будет хорошо, и с детьми тоже будет все хорошо. Вообще я хотела такой тихой, размеренной жизни. Типа дня сурка, чтобы я знала, что я буду делать через три недели в этот день. Поэтому я вот так вот жила. Я их просто не замечала, этих стимов. Первый звоночек был, мы пошли в гости, и там сказали такую фразу. За весь вечер ребенок не произнес ни звука. Ни то что ни слова, ни звука. И я очнула, схватила ребенка, побежала к врачу. Ну, наши врачи, как всегда. Мамочка, не переживайте, у вас мальчик. Мальчики все поздно начинают говорить. Карточку пролистали, физическое развитие в порядке. Мама ни на что не жалуется, мама стимы не замечает. Вот. И я вернулась домой. Где-то через месяц я встречаю знакомую. Она логопед. И вот она, глядя на Егора, много ей не надо было опытным взглядом. Она тут же завела со мной разговор об аутистах. Начала рассказывать, какие же признаки. Вот это вот окончательно меня отрезвило, выбило из моего состояния. Я пришла домой, начала буглить. Первое, на что я вышла, это на тест АТЭК. Как бы я не заполняла, не потасовывала ответы, вердикт был, знаете, неизменен. Аутизм, причем с тяжелой степенью. Ну, мамочки, которые в теме, они меня поймут. Что значит тяжелая степень? Это значит, полный букет всех признаков был у ребенка. Такой классический набор всех этих признаков. Начиная от того, что он не назывался на имя, ходил по одними и тем же территориям. И кончая тем, что он не давал вообще до себя дотронуться. До головы вообще невозможно было дотронуться. То есть и сенсорика, и моторика тоже была задействована. В общем, я начала смотреть, что же можно сделать. В том же интернете роюсь. Нашу традиционную медицину я отмела. Мне не понравилось их утверждение, что аутизм неизлечим. У меня же программа работает, у меня все должно быть хорошо. Может, где-то это даже и хорошо было. И я вышла на метод одной женщины. Она восстанавливала по методу Тенториум. И вот я действительно благодарна этой женщине, потому что у нее был такой курс психологической помощи родителям. И вот она меня ввела в этот новый мир, познакомила, как я его для себя характеризовала. Это новейшая психология. То есть психологи, которые действительно говорят о душе. Помню, прочитала тогда Ричарда Баха, его «Чайку». И я это так все восприняла. Мне это так вошло хорошо, как говорят, легло на душу. Ну, я начала меняться. Но ребенок не менялся. В общем, я как-то «Чайка» вернулась в старую стаю. Очень правильный подход, что родитель должен измениться для того, чтобы поправился ребенок. Но важно понимать, что для того, чтобы этот процесс запустился, надо, чтобы у ребенка включилось сознание. Для того, чтобы заработал механизм осознанности. И когда он работает, тогда ребенок способен фиксировать изменения у родителя. И пошло, пошло, система начинает работать, система выхода. Если же у ребенка сознание не включено, то вот работа родителя представляет собой… Ну, родитель бьется, как рыба об лед. Ну, начала по Лазареву, значит. Прощала. Я реально просила прощения у людей. Но сейчас понимаю, что я где-то это, знаете, с позиции превосходства все делала. Но не это главное. Мой ребенок все равно не менялся. Вернее, у него появлялись какие-то навыки, умелки. Вот все, к чему можно применить, слово «научился». Но понять невозможно поставить. Вот он научился обувать кроссовки. Он научился пить из чашек. Он научился прокручивать ключ в замочной скважине. Он научился одеваться, научился ходить на унитаз. В общем, понимания окружающего мира не было вообще. Он не понимал, где он, что он делает. Родители вынуждены дрессировать детей, учить им определенным поведенческим реакциям, повторять какие-то движения. Но это не включает у ребенка сознание. Чтобы включить сознание, нужно работать на более глубинных уровнях психики. Я еще очень много методик применяла. Это был и крайний сакральный специалист. Это был и томатис, и высокочастотная терапия. Да, ребенок начал говорить. Я была на седьмом небе. Сын разговаривает. Но это была такая монотонная, безэмоциональная речь, шаблонная. Вот он подходил ко мне, говорил «сок». Я ему «скажи, Егор, правильно». Он «скажи, мама, дай сок». То есть он даже не понимал, что это слово «скажи» здесь неуместно. Он мог подойти, назвать меня папой. Да, он понимал речь. Вернее, наверное, он вызубрил, знаете, как выучил, что вот этот глагол на бытовом уровне, что он означает. То есть «дай», «положи», «возьми», «обуй». Все. Дальше понимание не двигалось. Но тест-отек у нас был 40 баллов. Вот я уверена, у каждой мамочки, кто прошел и проходит этот путь с ребенком, вот наступает такой момент, когда реально мир не мил. То есть вот ты просыпаешься утром и не хочешь открывать глаза, потому что ты понимаешь, что ты возвращаешь в эту действительность. То есть этот день, он будет такой же, как был предыдущий, а завтрашний он будет такой же, как этот. Это, по сути, день сурка, да? Вот что хотела, я то и получила. Вот. И вот в один из таких моментов я заключила контракт с Богом, с тем, который там, на небе. Я ему сказала, значит так, если я такая грешная, ну забирай меня прямо в ад. Ну сначала, по условиям контракта, ты выведешь моего сына, то есть он будет нормально жить, не будет обузы никому, он сможет жить самостоятельно. Ну я пожила, наверное, месяца два с этим контрактом. Потом такой случай, интересно, случился. Я разбила зеркало, причем разбила шестого января в красный день календаря. Вот. И точно так же я разбила накануне, когда узнала о диагнозе старшего сына. Ну, короче, триггер сработал, я погоревала, может, часа три-четыре. Потом во мне такая ярость благородная вскипела. И я сказала опять все тому же Богу. Значит так, не хочешь мне помогать? Я разрываю контракт. Я сама восстановлю своего сына без тебя и буду жить долго и счастливо. Вообще все в моей жизни будет прекрасно. Как говорится, вздохнула-выдохнула, как говорит Наталья. Пошла дальше. И тут мне прилетает инфа еще об одном гуру. По сути, он говорил тоже правильные вещи, но он так изъяснялся завуалированно, что, не знаю, наверное, он сам себя не понимал. Но я читала. Я вроде стала понимать, о чем он говорит. Он приехал к нам, жил у нас неделю. Потом только он уехал, мне моя подруга по интернету из страны пирамид присылает видео Наталье и говорит такую коронную фразу «Посмотри, мне очень важно твое мнение». Ну, короче, все, тут моя значимость расцвела. Мое же мнение спрашивают. Я там такую работу провела. Я сравнительный анализ сделала. Сравнила инфу от Натальи с тем, что говорит тот гуру. Естественно, в пользу гуру. В общем, я там хорошую работу провела. Она меня выслушала так. Говорит, ну, спасибо. И мы с ней попрощались. Я с Натальей не попрощалась. Я каждый день смотрела ее видео. Я просмотрела за две недели, наверное, все видео. И набрала опять свою подругу. И говорю, я не знаю, что на что-то во мне отзывается. И она мне говорит, а я сделала отладку. Говорит, на тебе сайт. И вот тут, я не знаю, вот у меня такое возникло ощущение, как будто я действительно опаздываю на поезд. Что если я сейчас не запрыгну в этот последний вагон, то все. Я опоздаю, я лишу своего ребенка шанса. И я начала бомбить. Я написала кучу смс, я звонила. По-моему, две заявки я написала. Я уже сейчас точно не помню. Короче, через два часа Наталья мне ответила. Она написала причину аутизма. Она написала, сколько это стоит. И вот действительно, я вот сейчас понимаю, что мной, наверное, рулила душа. Мой ум где-то там сидел далеко и молчал. Первый раз в жизни, наверное. Короче, на тот момент эта сумма, это была последняя сумма, которая была у нас в доме. Ну, потому что гуру мы же ему оплатили, то поездку к нам. Мужа моего не было. Он был за границей, должен был через неделю приехать. Но меня это не смущало. Я тогда вообще не думала, как я буду жить эту неделю. У меня была идея фикс. Мне надо было успеть запрыгнуть в этот вагон. Короче, на следующее утро я перевела деньги. И в пять вечера Наталья мне прислала отладку. Ну, сказать, что я была удивлена. Мы все мечтаем и думаем, что мы в прошлых жизнях королевные принцессы. Ну, ладно. Короче, я отослала эту отладку мужу и написала ему. Значит, так говорю, смотришь, проговариваешь все, что надо. И только потом ты мне звонишь и задаешь вопросы. Ну, вот надо отдать должное моему мужу. Он же правильно сделал. Я вообще вот сейчас так смотрю, я эти три года, он так стойко выдерживал все мои закидоны и все мои тимитания. Надо же было под все еще материальную основу. Когда человек смотрит и слышит, что ему надо что-то повторить, сделать какой-то ритуал, еще что-то, возникают какие-то магические представления и зачастую страх. На самом деле все и просто, и сложно. Мы точно попадаем в кармическую историю. Здесь очень важно попасть в информацию. И четко берем информацию о том, какое решение в этот момент, в прошлых жизнях приняла душа. Вокруг этого решения будет ресурс энергетический, тот, который является ресурсом для подпитки истории в этой жизни, истории той же самой болезни. И вот этот ресурс надо забрать, соответственно, решение отменить, в информацию попасть. И вот это то, что мы делаем, когда делаем отладку. Один из моментов, который существует в отладке. И через три дня начались чудеса. У моего сына вообще с двух лет, у него есть стим. У него много было стимов, но этот стим, он просто нарастал с геометрической прогрессией. Это любовь к дверям. Неважно какие, механические, электронные, шкаф-купе. Он их мог часами открывать и закрывать. Гуляли мы. Мы на площадке не гуляли, там не было дверей, ему было неинтересно. Мы ходили за ручку по городу. И вот если ему удавалось вырваться, пока там не выходил разъяренный охранник, и его не одирало дверью, он не уходил. И вот мы идем в очередной раз с ним на улицу после отладки. Я его держу за руку. Егор не вырывается. Я ослабеваю руку. Он спокойно проходит, показывает пальцем мне на дверь, смеется и говорит мимо мое слово. И тут выходит на связь моя подруга. И я ей говорю, ты представляешь, и Гордина бежит к дверям. Это та, что мне давала инфраструктурно. И она мне кричит, говорит, так что, работает? Тут, понимаете, мы же пошли как первопроходцы, ничего не зная, не понимая толком, что это такое. Вот действительно, нами рулила, наверное, душа. Наш мозг был в отключке, потому что он бы нас обязательно остановил. Мы доверились полностью, не знаю, наверное, включили свою веру и впустили чудо в жизнь. Но иначе я никак это не могу объяснить. Вот, по крайней мере, у меня это так было. Я на одном дыхании это все сделала. И вот начались чудеса. Вот на данный момент, с момента отладки, прошло 8 месяцев. Месяц назад мы были у психиатра. Официальный диагноз она поставила ее к уровню «Сдержка психического и вечевого развития». Год назад этот же специалист, не задумываясь, она поставила аутизм. Я там еще пыталась ей что-то доказать. Она мне целый список признаков привела. Сейчас она наоборот сказала, говорит, у вашего ребенка нет умственной отсталости. У него задержка психического развития из-за задержки речи. То есть по мере восстановления речи он будет и психически восстанавливаться. Ребенок, конечно, поменялся сильно. Изменения по всем фронтам. Знаете, как к хорошему быстро привыкаешь. И очень трудно сейчас сказать, что было и что стало. Речь развивается. Буквально на днях у него появилось уже «я» в его понимании речи. То есть если раньше говорил о себе в третьем лице, то сейчас он говорит «я поел, я смотрю». Он уже отождествляет себя. Что еще? Он начал смотреть мультики. Он до этого не смотрел мультики. Я все время переживала. Думаю, ну как это так? Ребенок и не смотрит мультики. Он если и смотрел, то только там, где быстро мелькает кадр, в основном это реклама. Ему надо было движение, мелькание. Сейчас он смотрит, он понимает. Он как бы понимает, о чем мультик. Он начал читать. Он сам читает сказки. И он понимает. Да, он не может развернуто рассказать, о чем сказка, но он, по крайней мере, называет не героев этой сказки. О ком эта сказка. Ну, так же и в моторике произошли изменения. Он, наконец-то, понял, для чего надо крутить педали велосипеда. Он ездил на самокате, но велосипед он не мог понять. Летом он его освоил. И самое главное, что он сейчас здесь, в нашем мире. Он понимает. Да, он как инопланетянин. Ему надо объяснять, что такое хорошо, что такое плохо. Но он здесь уже с нами. Он реально познает этот мир. Он проходит все этапы развития. Вот если так посмотреть, наверное, за эти 8 месяцев он прошел в своем развитии полтора года точно. Может быть, два. После того, как ребенок вышел из аутизма, первое, что делает его психика, перезагружает программное обеспечение. Ребенок заново проживает опыт предыдущих лет, которые он пропустил. По сути дела, в это время его сознание отсутствовало. И для того, чтобы двигаться дальше, надо, чтобы эта информация в подсознании была восполнена. И поэтому для начала идет просто загрузка программ методом копирования. И в это время очень важно, чтобы ребенка любили, чтобы с ним играли, чтобы родители не пили, чтобы, 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 потому что в это время идет закладка основного программного обеспечения. Именно методом копирования. И потом идет следующий шаг, когда уже включается сознание, и ему интересно играть. И следующий шаг — ребенок начинает набирать информацию сам, он начинает интересоваться, он начинает играть, он начинает проявляться, что мы видим уже у Егора. Как Вы считаете, как возникла болезнь? Я не знаю, как возникла болезнь. Причин много. Может быть, действительно, это пришло из решения с моей прошлой жизни. И, скорее всего, это оттуда пришло. И я, если хотите, расскажу, почему я обратилась к Наталье, ко мне пришло понимание, почему я полетела. Да, вот сейчас очень много психологов. Очень много пробужденных, просветленных, индига, по-разному их называют. Они все говорят правильные вещи. У них и всех хорошие программы, действующие методики, которые тоже помогают и работают, но в рамках этой жизни. То есть то, что ты там сделал, то, что ты там, как говорится, и можешь исправить. То есть то, что ты надела своими мыслями, действиями, то ты можешь и исправить меня и сам в этом мире. В основном это так. Это мое субъективное мнение. Кто-то может и не согласиться. Но есть такие моменты, ситуации, болезни, в том числе и аутизм, причины которых лежат не в этом мире, не в этой жизни, я неправильно сказала, а уходят корнями в прошлое, может быть, и пять жизней, десять назад. И я как бы, я тут себя не меняла, не перекраивала, я ну никак бы не могла узнать причину аутизма, почему вот моя душа решила прожить такой опыт. И вот когда я это поняла, что Наталья и ее команда, что им открылся доступ, я не знаю, нарыли, как это еще сказать, что вот они это могут сделать, вот тогда я и рванула, побежала на этот поезд, чтобы успеть. Вот в моем понимании это так, что они как бы делают техническую окладку нашей психики, если так можно сказать. Поэтому я не знаю, откуда взялся аутизм. Да, тут в физическом мире у нас оно может быть обставлено через прививку, через какую-то болезнь, через какой-то стресс. Если бы я еще сама, как бы, была не в таком состоянии, когда Егор рос первые три года, может, я бы получше и заметила, как он себя вел после прививки. Но не знаю. Не знаю, и даже сейчас не хочу задумываться, что запустила эту болезнь. Она от нас ушла, я ее вычеркнула из своей жизни. Вспомните, пожалуйста, день, когда вам прислали видео. Попробуйте вспомнить свои ощущения, впечатления. Я помню, все оформила перевод, еду в транспорте, и Наталья мне скидывает СМС, что мы начинаем работать. Я прихожу домой, и был такой момент, я не знаю, что это было. В общем, позвонили мне по телефону. Я беру, и потом я проваливаюсь. И я себя уже помню, что я уже нахожусь в другой комнате. И тут я начинаю как бы восстанавливать события. Думаю, мне же звонили по телефону. Я иду, я не нахожу этот номер в телефоне, и не могу понять. Думаю, я пытаюсь вспомнить, кто мне звонил. В общем, вот такая вот как амнезия, кусочек вырезан у меня из жизни. Я потом связалась с Натальей, она сказала, что да, говорит, в этот момент мы работали. Я не знаю, что это было. Вот больше таких ощущений никаких не было. Скажите еще, пожалуйста, про самые первые результаты, которые вот вы заметили. Вот самое первое, то, что меня действительно поразило, я говорю, это дверь, когда он стал проходить мимо дверей, потому что это это кошмар был какой-то. Я никуда не могла с ним пойти. Он видел только двери. Все, в его мире такое ощущение, что были только двери. Если мы не ходили, то мы сидели на скамеечке напротив подъема и ловили двери. Потом, потом потихоньку он стал как будто просыпаться. Он стал замечать окружающий мир. Он увидел жучков, которые ползают. Он увидел бабочку, которая летает. Он перестал бояться голубей. Он боялся голубей, а потом он стал просто гонять. Кормить и гонять. Все, у него страх прошел. И вообще, он от многих очень страхов начал избавляться. И помню, был такой момент. он спал со мной. Я проснулась, но еще лежала с закрытыми глазами. И слышу, что Егор проснулся. И вот он поворачивается, видновидит меня и наклоняется и целует меня прямо в губы. И вот тогда я поняла, что ребенок мой проснулся. Я для него уже не просто мама, папа, который ходит, обслуживает и дает вкусняшки. Я действительно стала мамой тем родным, близким человеком. Ну и вот так вот потихоньку, по чуть-чуть, каждый день что-то новое. И вот что я заметила, он сейчас, у него вот сейчас как будто включилось саморазвитие. То есть мне не надо ему по 10-20 раз показывать. Я упорно все 6 лет бросала ему мячик. Он не ловил, он не понимал. Он не мог бросать мне мячик. И вот буквально на днях я смотрю, как он берет мячик и подбрасывает. Я беру ему, бросаю, он ловит. То есть до этого я 6 лет ему пыталась, я брала его руками, бросала, он не понимал. А сейчас он, глядя на мальчишек, потому что он очень часто останавливался на спортплощадке и смотрел, как мальчишки играют в баскетбол или футбол. То есть наблюдая, он сам потом смог это сделать. Как это делают обычные дети с обычным развитием. Что сейчас происходит в вашей семейной жизни? Как вы, может быть, вы что-то замечаете сейчас в поведении Егора? Что-то новое? Может быть, вас что-то радует, что-то расстраивает? Радуют меня многие вещи. У него речь начинает быть спонтанной. Например, выходим, был дождик, мы выходим, я смотрю и говорю, ой, говорю, дочка ушла, дождик закончился. Егор стоит, сейчас позову. То есть уже у него уходит вот эта шаблонность, он начинает уже как бы понимать, пользоваться речью. У него вот сейчас у него появилось желание пользоваться речью. Чего не было раньше. Я вытягивала из него раньше слова. А сейчас он именно хочет пользоваться речью. Кура, Егор, давай пока. Скажи, а какой сегодня день недели? Штоник. Правильно. А вчера был? Подедедник. А завтра, значит, будет? Еда. Молодец. А какой сегодня в месяц? Нет, январь. Правильно, январь. А время года? Зима. Ух ты. Скажи мне, а как зовут твою воспитательность в садике? Ой, гаденька. Война. Молодец. Радует, радует много. Я же говорю, все происходит по чуть-чуть и по всем фронтам. Поэтому сказать, если бы у него была только одна проблема с речью, да, а так проблем было в каждой области. Это и моторика, и сенсорика, все было, да, кучи. Я изучала истории многих деток, которые приведены в таблице на сайте. Также я подробно изучала историю Татьяны Егора. Она пишет, что доктор, да, к которому они обращались год назад, да, и он ставил аутизм, да, то есть через год он просто снял этот диагноз и оставил задержку психоречевого развития. И, правда, очень много улучшений. Мы видим улучшения в понимании речи, стало меньше стимов, расширился словарный запас, улучшились моторные навыки. Татьяна не сказала, что у Егора есть еще трудности с рисунком, да, есть сложности с графическими навыками. Но здесь не нужно отчаиваться. В моей практике были детки, которые с задержкой развития, которые начинали проявлять интерес к рисованию 8-9 лет и начинали рисовать, да, такие осознанные, хорошие, прекрасные рисунки. И поэтому здесь нужно поддержать ребенка, помочь ему, подбодрить, да, у тебя все получится, смотри, как здорово, красиво у тебя что-то получилось, да, найти даже из каракулей какие-то осознанные предметы, да, попросить ребенка, давай мы найдем предмет, да, на что это похоже, кто это, что это, да, и тогда у ребенка будет появляться мотивация, да, то, что он рисует, ему это нравится, и что-то у него получается. Сейчас он потихоньку восстанавливается, выходит, да, вот что меня беспокоит, выборочность в еде, вот пока он от своего рациона не может отказаться, то есть то есть у него нет интереса попробовать другую виду, но если это сладко, он попробует. Расскажите нам, какие у вас планы на будущее? Я никаких особых планов на будущее не строю, на дорогу смотришь? Егор сам будет решать, чего он хочет в будущее. В общем, я приму любое его решение. Просто хочу жить в счастье, в любви, в радости, без аутизма. Просто жить, счастливо жить. Как он теперь относится или общается со своими сверстниками? Пока еще такого общения нет. Но он пошел вот с этого года в обычный садик, и то, что меня радует, он видит, и он уже слышит деток. Раньше он их не замечал, но что меня радует, то, что он тянется. Он тянется к деткам, он их видит, и он начинает контактировать. Есть у вас может быть пожелания другим родителям, у которых такие дети? Я вот пришла к мысли когда-то, что то, что в нашем физическом мире считается для нас, для людей Божьим наказанием, карой небесной, горем, несчастьем, там, в духовном мире, с позиции душ, это Божья благодать. То есть, проходя через эту боль, мы становимся лучше, чище, духовнее развиваемся. И вот инфодайвинг, он помогает эту боль, этот урок пройти в сто раз быстрее. проще говоря, зачем ехать на телеге, если можно лететь на самолете? Вот если вы вышли на мое видео, может, вы сейчас и не понимаете, что такое инфодайвинг, поймете со временем, я и сама толком еще не понимаю, но когда вы сделаете отладку, когда вы ощутите это на себе, когда вам помогут сделать, выучить этот урок, но при этом вы поймете и осознаете все равно то, что вы должны понять в результате. И когда вы действительно станете счастливым, вот тогда вы поймете, что такое инфодайвинг. В общем, никакая информация в нашей жизни не прилетает просто так. Если она к вам пришла, значит, она вам нужна. Потом со временем вы уже поймете. Если вам Вселенная, небо дает такой шанс стать счастливым, то воспользуйтесь им. Причем, знаете, сейчас очень часто говорят, что человек приходит в этот мир для любви и радости. Ну и если я воспользовалась помощью инфодайвинг, я думаю, я не нарушила закон мироздания, я ведь стала счастливой. Спасибо вам большое и хорошего вам года следующего, восстановительного. Всего доброго. До свидания. Всего хорошего. Выход ребенка из аута в течение полугода постепенно становится нормой. Раньше психолог, глядя на результаты детей удивленно всклицало. Этого не может быть. За такое короткое время нужны годы тренировок. Сейчас же это становится само собой разумеющимся. Наша методика работает и эти дети лучше тому подтверждение. Львы нормой. Львы м Il Продолжение следует...